всем привет ульки утро встречая на своей фазэнди выходные мои закончились а их было два я успела все дела свои переделать сегодня основана оли нам рабочем месте буду работать и сейчас хочу вам показать один комментарий я вчера смеялась я не могла успокоиться это что-то с чем-то у нас тут шел снег когда вчера позавчера и у меня на эту тему было видео и перед этим я разбирала летние вещи то есть что выкинуть что носить и вообще так далее сейчас покажу комментарий это комментарий от алены который живет в воронеже и значит я читаю и мне сразу такой смех но часто конечно же все я вчера насмеялась а значит она пишет судя по погоде у вас летние вещи можно выбрасывать все не перебирая это вообще да это точно в точку если идет снег какие могут быть летние вещи или отдай тем у кого под 40 да надо собирать посылки отправлять теплые края а то когда носить непонятно кстати перебирая летние вещи я нашла вот эти вот свои синие брючки голубенькие они очень классные удобные я их покупала года четыре назад потом как-то поносила потом из-за них забыла сейчас обратно достала и меня порадовал тот факт что я не поправилась то есть четыре года назад я такая была сейчас они на меня сели как положено значит я такая же мне почему-то казалось что я вот за последние несколько лет поправилась оказывается ничего подобного вот они тому доказательства но я как нормально особь женского пола хочу всегда похудеть и к этому всегда стремлюсь или хотя бы по крайней мере не поправиться потому что с возрастом нарушается обмен веществ похудеть уже тогда труднее и труднее на улице кстати с утра уже плюс 10 днем будет плюс 13 но по крайней мере это не ноль померила давление с утра я периодически это делаю сейчас ради интересу правда вот так вот у меня все в порядке цизульки на второй день уже оккупировал лежак гляньте как мы спим мы в кровати да мы в кровати все под одеялом так положено нам рыжулькин вот он торчит мойся ты уступаешь старшему другу да молодец сегодня первый раз садила ботики которую купила в каре я учиться станет прилично смотрится вот моя промзона вот мой край родной как же я за тобой заскучилась за два дня прям аж прям аж прям аж не знаю как ты все никого нету анют когда по-любому на работе до свет горит пока я отдыхала анютка мне денег наторговала за подвеску целые 200 рублей так себе сегодня богатая вот она такая моя зелененькая деньга а я же собрала все заявочки и у меня давно уже такая вот мысли попробовать что-то связать из бижутерии то есть либо сережки у меня есть крепления заказывал на алиэкспрессе серебряным напылением либо может быть это будет какой-то колье либо брошка не знаю что пока есть время сижу вдохновляюсь чужими идеями смотрю кто что вязал может быть мне чем-нибудь на ум придет такой оригинальненькая ничего не придумала решила связать клубнички одно уже связала сейчас вижу вторую сделаю хвостики может быть даже из этих двух клубничек получится какая-нибудь симпатяшная брошечка и да кто не знает я вижу перерывах между работой в четверг работа у меня есть постоянно бегала в торговый зал выписываю возвращаюсь назад смотрю погоду на месяц и вот даже нежданно-негаданно на мониторе у меня клубничка клубнички получается симпатяшная включаюсь опять через время и теперь вяжу для них листочки еду уже домой андрюха у меня сын косяпурщик накосячил вчера вчера он первый день вышел на работу после отпуска в день и что вы думаете повторил мой подвиг я этот подвиг повторяла два раза он не выключил фары на автомобиле естественно не усел аккумулятор сегодня ему на работу в ночь сегодня отвезу ему к 8 вечера зарядная на работу потому что машина стоит на работе и мой муж николай петрович до 8 на работе и он у меня без лошадной как многие знают поэтому отвезу зарядник и заберу мужа зашла в магазин за хлебом и яйцами а пришла гляньте с чем но яйца понятно батон понятно салат ладно грамма на свинятину скидка 220 рублей за килограмм для севера это недорого это хорошо я кручу фарш поэтому взяла лопатку был окорок тоже по такой же цене без разницы мне кажется лопатка лучше не знаю почему но я так считаю поэтому сейчас перекушу и накручу по быстренькому фарш единственно что у меня мало лука про лук я забыла но может уже потом в процессе доставать фарш размораживать и даже просто нарезать лук и добавлять туда я уже как-то так делала так тоже очень вкусно а ужин у меня очень вкусный вчера делала картошечку в духовке со свининкой с мясцом и тете клаваны помидорки гляньте какие они вообще-то желтые на камере не какой-то такой оранжеватый оттеночек но не как бы желто-оранжевые я вчера уже пробовала очень-очень вкусные фарш я разложила все надолго теперь мне хватит и сварила компот вишневый и пока значит варила компот листаю группу дтчп мурманск очень мне нравится эта группа такая прикольная надо такие комментарии смешные пишут и значит вот такой вот пост выложили возле окея это магазин такой есть мурманске так лампочка не отсвечивает возле окея хозяин мазды беги быстрее к своей машине на крыше столовая баклан дербанит голубя то есть кто не знает вот это вот птица баклан называется у нас летает они как чайки такие огромные и вот он на крыше мазды устроил себе столовку и есть голубя нормально да все уже раздербанила пытается улетать но это капец птицы на глюч и посидела за компьютером немножко замерзла в квартире сейчас пришла села в машину в непрогретой в незаведенной машине теплее чем в квартире это вообще абсурд какой-то взяла андрюшки гостинчика взяла зарядник он валяется тут кстати на полу запчасти которые мне меняли никак их не выкину время пол восьмого машин вообще как будто сейчас час пик неужели люди так допоздна работают и в такое время возвращаются 33 региона я ведь помнила чей сейчас бы кулю спросила он бы мне точно ответил позабыла откуда ты машина к нам прибыла и снова ямки мой вообще канава дыр понарывали а когда нибудь заделывать интересно ну капец ну хана ну кранты ужас слов линка здесь не ездила здесь ведь лечебница немножко левее будет дальше для грызунов единственная ведь лечебница где вот есть врач ротолог называется которые специализируются именно по грызу нам ты куда ты вообще-то тут куда сейчас влез нормально нет по моему нет мы все собственно мы приехали где тут что тут туда кирпич поеду-ка я туда поближе раньше я мужа забирала так только для служебного автотранспорта ладно вот уточки станем здесь обзор хороший и меня видать вот она проходная вот где работает андрюшка вот где работает муж и здесь же работают оба мужгин и сына все в разных сменах не его сыновья в одной смене а вот коля и андрей все короче по трем сменам получились андрюха оказывается уже на месте сейчас ему позвонила видишь вдалеке зеленая машина это я в ней сижу поехала я он высылает скажу я такой же косяк как и мама потому что мама уже два раза так так смотри вот вот у меня она легкая зарядная вот у меня на пальце висит да ладно так держи зарядника что-то горел такой тяжелый я взяла не тот у него два зарядника держи это костинчик часто дядя коле позвонить прошу на какой ставить потому что там есть ручная это вот посмотришь есть авто какая-то не работает по моему если он не починил там зарядник ставить на ручную зарядку ли на авто чтобы и потом по одному должны гаснуть да все ясно ладно где мне тебя ждать я тут уже наверху стану на площадке тогда да ладно это короче но я слышал на ручной ставишь потому что крутишь это фигнюшку что все диоды ларелия это чей такой танк стоит механика работает и короче потом эти диоды будут потихоньку угаснуть тогда аккумулятор зарядится но я думаю как то через проходную поднесешь аккумулятор я думаю это пропустит пропустит скажет а че ты будешь нашу электроэдерги это портит ну все ясно ну ладно беги работай сколько время ну как раз а я сейчас туда на площадку перееду буду деть кулю ждать туда даже не покрасила тебя и так меняем дислокацию перепарковываемся суп уже теперь буду ждать был бы гидроусилитель как бы было хорошо если вкручу меня за руки накаченные мне интересно включу камеру где-то без одной минуты 8 и будет столпотворение или нет в это время время без одной минуты 8 я включила камеру и уже вижу как подтягивается народ видите не спеша идет проходной вот проходная вот оттуда не идут торопиться не надо надо выйти хотя бы в одну или две минутки они вдоль 0 0 0 это самые торопливые учета я думала будет прям ажиотаж нет еще народ идет потихонечку называется ли не заняться нечем так мужа пока своего не вижу он в основном молодежь одна но не только молодежь кто-то знакомые лица я многих знаю то по фотографиям то по мероприятиям по юбилеям частенько посещали вместе вот это вот по моему даст муж моей одноклассницы идет если я не ошибаюсь я их знакомила кстати молодой парень и вот весь такой тоже беленький светленький как и мой муж моему что же весь блондин седой так а мужа и пока не вижу вот хорошо приближая гляньте где все все непонятно где зато ли она приближала и все и всех видит ладно поставлю камеру и буду ждать в основном все там внизу на площадке рассаживаются по машинам и разъезжаются даже кто не на автомобиле все попуткой куда-то в один район едут то есть машины в основном нормальные люди забирают попутчиков со своей бригады он машина поехала там двое там трое смотрю коля когда ездил раньше вообще у него порой была машина битком набита все пять мест звали ты вернее 4 пассажира и он водитель был это зависит от того в какой бригаде ты работаешь и сколько людей едут именно в твой район а чё андрей говорит что вас будут раз формировать с 1 июля да да я тебе не говорил что передумали а сейчас сегодня сказали ну и чё куда будут механизацию а графика еще никто не знает скажем в день ночи не будет как-то до трех бой до 16 потом с 3 до 10 чтобы ночные не платить так мы сегодня уже смеялись эти ямки наверно будут делать когда снег выйдет да я вообще сколько езжу понаколупали и все я до зимы дождутся и будет хватать все дома сейчас процедю компотик знаете какой вишневенький ну вот еще один день прошел а на этом с вами я попрощаюсь а скажу как всегда всем пока всех люблю и до новых видео